Но при этом спросил у Азамата Елканова, наше полу защитника может ли он еще играть В секундерат незаметно он все-таки был, но в итоге пока на поле остался Шигарев согласен назад, Щербаков выполняет передачу, куда на сторону не указывал Маликов поборолся, выбил бал Бояринов пытался прорваться, но тут совершенно свободно половина, левая половина поля Здесь Гордеичук и здесь ему уже передачи и следуют, но добраться до мяча Назар не сумел Проиграл Мамин борьбу-то как, но там есть Щербаков Даже скорее проиграл не борьбу, а ускок мяча не просчитал Вот этот мяч проскричил со свистами мнилого Бывает Полубоярин, жестко поставил ногу Все нормально, и сразу и последовала передача на Маликова Чип-чип, чип-чип, чип-чип и в ту зону Так Маликов мог убежать, конечно Гравы Илканов Илканов ускорился Он дал передачу направо, Маликов будет удавать Гордеичуку досталось, но она справится на втором Маликов получил мяч в центре Там очень сложно было этот мяч обработать Страшной Гордеичук Илканзе Ускоряется Георгий Там Маликов открывается И мяча не получает И опять нарушает правду Не проходит просто передача Ни одна себе на Маликова Но я думаю, что подсмотрел, естественно, Дос Санкос Как играет Спартак 2-7-го года И Маликова перекрывает все ходы Диме тогда партнеру очень сильно помыть Мелкадзе Зарабатывает углом Ну, когда игра не идет Может быть, стандарт принесет успех В данной ситуации угловой Пошел Данилову полубояринов подавать Разыграли Елканова Полубояринов Подача низкая Очень низкая Огол 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 Маликов Маликов Басадзе Правда, тут сложно говорить о Басадзе, честно говоря Там игрок Монако уже мяч принял Уже Павел Спокойно им владел Зачем было сейчас поднимать к ладону Не очень понятно Хотя Маликова от Санкоса не принес Передача, естественно, Той Момент уже заиграл Гордеичук На Маликова пас Маликов принял мяч Слишком много людей Гордеичук открылся слишком позже Может быть, даже не скажем Дима, отдай этот пас, Дима Он строгнал Он строгнал Он строгнал Г추olt Возвели Он строгнал Он прям Он прям Он в BI Он прекратил Сокол вводит мяч в игру. Еще раз. Еще раз. Мелкадзе мяч потащил. Не получилось. Шигарев на правом фланге. Один обыгрывает защитников. Второго. Мелкадзе мяч получает. Такой момент сейчас был у Шигарева. И не попал он в рамку. Не попал. Голкипер 6 минут сыграет. В игру вступил сейчас пятнадцатый номер. Уга Паулен. Засиделись. Стражи порядка. И сейчас идут в сторону, где был зажжен фаер. Что, наших воспитанников будут забирать, что ли? Остань, Дима, остань. Дима, уйди там, Бог. И Монегаски с мячом на своей половине поля. Идет восьмая минута второго тайма. Счет не открыт. 0-0. Единственный момент в этом матче был совсем недавно. Создан спартаковцами. И с пределов штрафной Андрей Шигарев пробил выше ворот. Нарушили правила. Сделал это Мамин. Быстро разыграли. Вот, смотрите, как разыгрывает неплохо мяч перед штрафной. Но Костя Щербаков это знал заранее. Елканов. И вот передача на Маликова. Но сумеет Дмитрий там опередить защитника? Нет, тот прекрасно знает, с кем имеет дело. И выбивает мяч на угловой. Угловой с правого фланга. Будет подавать Спартак. Полубояринов отправляется подавать. Разыграли Полубояринов. Ну и решил пробить Даниил, но ударил выше ворот. Маликов. Ох ты. Чуть не навернулся один из стражей порядка. Сломал там часть наших кресел. Интересно, счет надо будет им выставлять за это? Под штрафную. Ну и... Щербаков убивает мяч на угловой. Главой удар с правого фланга. Десятая минута у нас второго тайма идет. Подача. Любимцев выбивает кулаками. Ох ты, как легко-то обыграл он там двух наших игроков. Но, к счастью, тут попался третий. И выбил мяч за боковой. Может, побоялись ребята сфалить там возле штрафной площади. Паут. Упустили мяч Монегаски. Что, 20 минут еще играть? 20 минут еще играть на Кубке Спартака. И в последнем матче Кубка Спартака. Спартак-Монако. Счет не открыт. 0-0. Матч практически за первое место. Хотя понятно, что существует турнирная ситуация. Но именно в этом матче решается, кто же станет чемпионом. Кто станет победителем Кубка Спартака. Кто станет победителем, пока не ясно. А чемпионом будет Спартак, это понятно. Мелкадзе. Аут. Мелкадзе. Направо. Направо. Совсем один был Елканов. Но, тем не менее, передача последовала на Маликова. Маликов поборолся. Но мяч себе не отвоевал. Полубояринов. Гордеичук. Сумел-то Кинозар выполнить передачу. Однако, опять же, очень плотно играют Манегас. Мелкадзе пропустил мяч себе на ход. Приблизился к штрафной. Там обыгрывать будет и пробить бы. Георгий. Ну или направо надо было скинуть. Елканов там готов был в штрафную ворваться. Но нет. Сейчас он мяч упустил. Но сейчас его и заменят. Лялюшкин. Выйдет играть на правый край. Сокол ставит корпус. Очень грамотно ставит. И так что приходится нарушать правила футболистам. Монако. Лялюшкин. Вместо Йелканова. Азамат не видит, что его меняют. Идет как-то параллельно боковой линии. Ну сейчас вот наконец-то направился. Зон замены. Ну казалось бы рискованно. Но все четко продумано сейчас в обороне. Разыграли мяч спартаковцы. Вышли из-под прессинга. И вот здесь тоже неплохо. Если догонит мяч Лялюшкин. Он его догоняет. Рвется к штрафной площади. Входит в штрафную. Пошел еще и вправо. И здесь обогнал. Но тут моментально подставленная нога. И мяч уходит на угловой. Полдвижения не хватило. Пошел еще и вправо. Еще подача. Вратарь забирает мяч. Ну как совсем успокоилась игра. 15-я минута идет. А второго тайма. Потеря на своей половине поля. Извините, нахожусь под впечатлением того, что произошло сейчас на трибуне. Рассказывать не буду. Просто некоторым товарищам надо включать мозг. И однозначно это не болельщики. Ну а с мячом футболисты Монако сейчас приближаются к нашей штрафной. Встречает там Лялюшкин. Встречает Горовых. В конце концов, третьим касанием отвоевает мяч. Но Мелкадзе пройти тоже не смог. Ух, как плотно. Ух, как плотно играет сегодня Монако. Очень хорошая игра в исполнении нашего сегодняшнего соперника. Понятно, что Спартак сильнее, но тяжело. В конце концов, пошла передача на Маликова. Маликову сложно бороться с этим защитником. Он нарушает правила. Толкает соперника. Хотя Владимир Бесчастных просит не толкать. Ох, вне игры здесь все. Здесь нам повезло. Очень острая атака. Поинтереснее. Поинтереснее сейчас выглядит Монако. Поинтереснее. Играть еще 14 минут на Кубке Спартака. В том числе в финальном матче. Спартак-Монако. Горовых. Лялюшкин. Через Шигарева. Полубояринов. Усокол отдал мяч за боковую линию. Горовых. И вот передача на Маликова. Ну вот сейчас Дима оббегает. Нет, не оббегает. Держал. Держал. Сейчас такие крики были. Да, не давай. Но правильно, собственно. Такие болельщики нам и нужны. Я думаю, что Горовых услышал, что ему кричат. Горьков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чуть-чуть только отбросил мяч, нет пенальти Но это очень неприятный момент И еще возможность для удара из пределов штрафной Что-то совсем прижались к своим воротам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, какой вход в штрафную И опять призывают подниматься 11 номер, но он очень активен DimaTorzok И Олег Егоров готовится на замену Уже готов Лялюшкин Лялюшкин мяч обработать не сумел Дальний удар не точный Но и замена Вместо Сокола выходит Егоров Уж очень быстрый здесь 11 номер Tormen И это заставило побеспокоиться Владимира Бесчастных И решил выпустить свежего игрока Ну и выходит у Монако замена 17 номер Торек Бакали Торек Бакали Точнее будет правильно Максиму Маларну заменил 9 минут остается Играет в Кубке Спартака Пока 0-0 На турнире пока был один Единственный результат Такой 0-0 Это Краснодар сегодня сыграл Че Маликов Маликов у чужой штрафной и падает На ровном месте Полубояринов перехватил мяч Угловой Ровным Кирилл Мелкадзе подает, выносит мяч. Манегаски за боковую линию. И Шигарев спокойно побежит из-за боковой его вводить. Меньше восьмой минуты играть. Маликов и Лялюшкин там возле углового флажка. И Маликов упустил мяч за боковую линию. Но надо поджать там, не давать развивать атаку. Интересно, как вообще там Манегаски смогут оттуда из того угла выбраться. Угол очень неприятный. Вот далеко выбивает мяч, выбрасывает мяч. А тут Шигарев еще помог и выбил головой в аут. Напряжение возрастает. Внутреннее. На поле-то нет. Аут. Семь минут. Семь минут остается играть. Лялюшкин вступил наконец-то в отбор. И едва у него это не получилось. Однако вот атака Монако все-таки состоялась. Лялюшкин попытался вынести мяч и вынес за боковую. Как-то совсем мы без игры. Второй тайм. Пошел наконец-то полубояринов прессинговать. Здесь очень здорово сыграно в одно касание. Егор. Ух, едва не проскочил здесь полубояринов. Вот этого защитника. Ну вот, наконец-то, Маликова сделана передача. И он, наконец-то, впереди вот этого защитника. Ну и зачем Дима сейчас нарушает правила, просто абсолютно непонятно. Мяч уходит на угловой, а Маликов врезается просто в игрока. Шнабуцин грешит Дмитрий Маликов в свои, а ушиб получает Данил Полубоярин. Еще только этого не хватало. Монако еще одна замена. За пять минут до конца. Эль-Хамси. Жильен Эль-Хамси появится на поле. Вместо десятого номера. Дилана Боли. Полубояринова оказали помощь, он прихрамовый возвращается в поле. Но, в общем-то, больно просто. Сильная передача. Выходит Любимцев. И забирает спокойно мяч. Мамин выбил на Маликова. Маликов поборолся. Борьбу проиграл. Напомню, Маликов до этого во всех матчах забивал. Но сегодня что-то прямо вообще не идет. Прямо вообще не идет что-то. Бывают такие дни. Полубоярин. Маликов. Милкадзе. Вот побежали. Побежали. Еще справа Лялюшкин есть. Но передача Милкадзе опять на него не проходит. И он еще, Георгий, еще нарушает правила. Что же мы мимо одного игрока не можем мяч отдать? Настолько все предугадывают футболисты Монако сейчас, что просто непонятно даже как-то, что происходит. Да и вчера было выходной. Три минуты играть. Нервы. Полубояринов. Не нарушать. Ох, какой момент-то неприятный удар. Любимцев выручает сейчас. Ох, ох, ох. Оле, оле. Кричат тренеры Монако. Призывает команду вперед. Быстрее. Еще удар. Горовых здесь принял на себя. Полубояринов. Оттесняют Данила от мяча. Надо вернуться быстро в поле и занять позицию. Две минуты остается. Если арбитр ничего не добавит, у нас готовится замена. Твердоухов выйдет на поле. Твердоухов выйдет на поле. Кирилл Твердоухов. Заменит он Данила Горовых. И пока Данила покидает с поля, пойдет последняя минута матча и турнира. Лялюшкин как-то прыгнул. Странно. Хорошо, что Маликов здесь вынес мяч. Здесь надо успеть. Гордеичок красавец просто. И мяч еще забрал. И теперь бы еще распорядиться им хорошо Назару. Мелкадзе. Справа два адреса. Проходит передача на Лялюшкина. Тот обводит вратаря. Куда же он отдавал передачу? Куда? Какой момент сейчас был у Спартака? Второй всего в этом матче. Его надо было просто реализовывать. И не реализовали. Три минуты добавил судья. Зачем? Твердоухов. На полубояриного. Данила отпускает от себя мяч далеко. А там еще и нарушается правило. Зачем? Мяч у чужой, штрафной. Его еще можно отобрать. С ним можно все что угодно там сделать. Зачем нарушать? Это юношеский максимализм. Не будем винить ребят в этом. Они провели хороший турнир. Не выбрасываются спартаковцы. Дают разыгрывать мяч в центре поля. Вот у своей штрафной делать этого не надо. Очень техничные манегаски. Отворот. Любинцев выбивает прямо на Щербакова. На ближнего. Мелкадзе. Мелкадзе. Мелкадзе решил сам пройти и не прошел. Еще один фол. Твердоухов нарушил правила в центре поля. Малехов мешал ввести мяч в игру. Сейчас будет подача. Неприятный момент. А теперь идет подача в сторону штрафной. Лялюшкин прерывает ее. И выбивает мяч за трибуны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА нарушил правила игрока монаху до перешел на левый фланг с выхода егорова ни разу не удалось про улик пробежать по правому краю сокол он тогда уже там замучил финальный свисток и спартак становится победителем кубка спартака впервые за трехлетнюю историю этого кубка спартак становится победителем этого турнира да пусть сегодня игра была сложной пусть сегодня было очень тяжело пусть сегодня 0 0 но это общая победа и пошел благодарить своих ребят владимир бесчастных и сейчас его будут качать да не уроните нашего победителя тренера до но и второго конечно сил много у ребят спартак победитель это радует и баннер разворачивают болельщики спартака надеюсь на его фоне ребята еще может быть сфотографируется там как раз написано чемпион а и и и и и и и и и